Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Наш эфир продолжает радиоблог Игоря Цесарского. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Север. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Так, в эфире очередной выпуск, очередной понедельник. Я так думаю, что уже совсем немного осталось нам до Нового года. Там еще один понедельник, еще один эфир и все. И мы перейдем плавно в следующий год, который уже 21-й. Вот, ну, прежде чем начнем мы сегодняшнюю беседу, я такую одну маленькую реплику хотел выдать на предмет комментариев. У нас, как вы знаете, мы на своем интернет-издании «Континент». Это сайт «Континент-USA.com». Печатаем много материалов, самых разных интересных, рассылаем их, обновляем дважды в день. Так вот, там периодически что-то комментируют, но так же, как комментируют и какие-то наши эфиры на «Народной волне», «Континент», в общем, все нормально. Но вот я надеюсь, что кто-то слышит из тех, кто и комментировать любит, а особенно те, возможно, кто комментирует наши какие-то эфиры негативным образом. Так вот, пожалуйста, делайте это на здоровье, если вам так нравится, но не пишите каких-то глупых вещей, которые касаются оспаривания каких-то фактов. Потому что если мы, предположим, публикуем материал о высказываниях какого-то китайского чиновника, у нас есть подтверждение, у нас есть ролик этого высказывания. Следовательно, комментируем мы то, что действительно есть, а не то, что хочется кому-то видеть или, наоборот, очень не хочется. Поэтому не ставьте себя в глупое положение. Критика – да на здоровье. А вот писать очевидные глупости и возражать фактом – вот это дело не очень хорошее. Сегодня мой собеседник Михаил Гирштейн, кстати, вы с ним можете нашу вчерашнюю беседу послушать, если вам будет мало этой. Она стоит сейчас на ТВ-клубе «Континент» в Ютубе. Пожалуйста, будет интересно послушать. Миша, добрый день. Добрый день. Давно не встречались, как говорится. Ну, что-то случилось, может быть, с вашим свиданием. Да, случилось сегодня, генеральный прокурор Вильям Бар выступал. Ну, пресс-конференция, видимо, прощальная, он же до 23-го числа работает, или до 24-го, потом уходит. И на этой пресс-конференции вас спросили, почему он не назначает специального прокурора по Хантеру Байдену. Он сказал, что он пока не видит причин, чтобы это делать. Конечно, все тут возмутились, что такое, потому что... Ну, идея понятна, потому что если не назначат сейчас, и вдруг Байден таки станет президентом, то, конечно, все это замнут, обо всем этом забудут, как о страшном сне. Вот. Но, с другой стороны, ходит другая версия сейчас, что, поскольку Бар был, ну, во время этого импичмента, был генеральным прокурором во время, когда он начинал, он начинал, собственно, эту разборку с Байденом, с Хантером и так далее, то он хочет саму устраниться, вот. И это одна из причин, почему он уходит в отставку. И хочет, чтобы занимался этим вот как раз Розен, его заместитель, который там к чему-то не был, к чему-то, в чем-то руки не успел запачкать. Вот. Вот. Но теории много, посмотрим, как бы времени осталось, в отличие от теории, не так много. Теории у нас рождаются вообще каждый день. Миша, извини, я тебя, знаешь, что хочу спросить? Тебе не напоминает это что-то из раннего президентства Трампа? Ну, это... Господин Сэшн с тобой был. Он тоже не хотел чего-то там делать. Ну, Барр все-таки гораздо более грамотный человек в этом плане, чем Сэшнс, и гораздо более ответственный, потому что, собственно, Сэшнс, как мы помним, из-за импичмента так испугался, что сказал, что я умываю руки, а Барр, наоборот, до того еще, как стал генеральным прокурором, написал письмо Мюллеру, в котором сказал, то, что все эти его попытки abstraction of justice, то, что он там пытается сделать, это все полная ерунда. И доказательно это обосновал. И после этого, когда он стал генеральным прокурором, он буквально через месяц или через два прекратил всю эту свистопляску. А вот эта вот история, то, что я рассказывал про Розена, это, кстати, не про Хантера Байдена, я перепутал, это было про Эндрю Вайсмана, потому что считается, что сейчас Дуром уже стал специальным прокурором, у него уже вроде как руки чешутся кого-нибудь арестовать, и среди этих кого-то Эндрю Вайсман, естественно, главный пикбуль Мюллера, и как раз вот его вроде как Барр не мог подписывать ордер, ну или что он там делал, а Розен вроде бы как бы может. Там была очень длинная логическая цепочка, я по дороге забыл. Вообще здорово, здорово эта цепочка тоже длится долго, потому что ожидания у определенной части общества, как ты понимаешь, не у всех, далеко было, и все потирали даже кто-то руки, что вот-вот-вот, сейчас придет, вернее не придет, он получил уже тогда полномочия, он начал вести это дело, и мы все ждали, и мы ждали, и мы ждали, и мы ждали, и ждем до сих пор. Да. Ну, там одного все-таки, один все-таки признал свою вину, этот вот адвокат, который поменял показания по поводу картера пейджа, изменил имейл, вот, ну, адвокат, конечно, недостаточно. Нет, ну он книгу теперь напишет, чтобы ему помогут ее издать, чтобы он, так сказать... Ему, к сожалению, к его сожалению, особо не о чем писать, поэтому... Не о чем? Ну как? Они все находят о чем? Ну, нет, у всех остальных, остальные пишут, у них есть каким-то боком хотя бы слово Трампа, а у этого никаким боком, он никак не пересекался, поэтому... То есть нашли, нашли козла на мужчине, да? Да, да, да. Вот, ну, мы теперь возвращаемся к нашему, про бары мы поговорили, теперь возвращаемся к нашему пакету многострадального помощи, про который уже Пелоси, ну, впав в истерику при разговоре с журналистами, ну, как обычно, она что-то не выдерживает у нее уже, видимо, ну... Ну, так, ладно, не будем эти болезни называть, а то нас обвинят в том, что мы украли ее карту медицинскую, подсмотрели... Нет, мы ничего не оцениваем, ее состояние, мы просто говорим, что она любит впадать иногда в истерики, вот, даже разговаривая с дружественными журналистами, и она... И бумагу рвет, знаешь, таким остервенением. Ну, это было уже давно, об этом уже никто не помнит. Да, ну, мы-то помним. Вот, она рассказывала о том, как замечательно, как прекрасна вот эта вот их идея выдать всем по 600 долларов, и что, в общем, как они счастливы, что они наконец договорились. Когда ее вот попытались спросить, а что же вы раньше не договаривались, тут сенатский... Это же практически то же самое, что сенат предлагал три месяца назад, в октябре, ну, два месяца назад. Она сказала... Вот она как раз стала ругаться страшными словами, потому что она не могла сказать, что это все была политика, не более того. Тут же ей напомнили, что... Ну, не ей лично, к сожалению, а в Твиттере и на всякие аналитики разные напомнили, что как она три года назад, когда была налоговая реформа, компании давали своим сотрудникам по тысяче долларов, как она... Или даже больше некоторые получали, как она кричала, что это крошки, и как она сейчас кричит, что эти 600 долларов это огромные деньги. Поэтому... Ну, мы знаем, понятно, что 700 миллиардов из этих 900 уйдет неизвестно куда, уйдет, а сядет неизвестно где. Уже на триллион эти компании обогатились, крупные за время коронавируса, и дальше будут обогащаться, потому что малый бизнес сейчас уничтожен, неизвестно, когда восстановится, и все, к сожалению, знают, видят, что происходит. Сейчас, кстати, по поводу... Ну, касаясь заодно коронавируса, сейчас же все кричат, что вот, надо маски носить обязательно, там опять эти локдауны, опять всех закрывать, вот, и что без масок все болеют сильно, и одновременно идет достаточно удивительная статистика, потому что сейчас практически никто не болеет гриппом. Вот. И все те же самые люди, которые кричат, что сейчас ковидом все болеют, потому что без масок ходят, они же буквально в соседних твитрах или там в соседних интервью заявляют, не моргнув глазом, что сейчас никто не болеет гриппом, потому что все ходят в масках. Вот. Ой, с этим вообще с ковидом, кстати говоря, я вот хочу нашим слушателям напомнить, что у нас, я помню, вчера была, но если захотите, вы найдете, у нас есть такой автор Светлана Букина, она как раз об одной публикации пишет в New York Times, мы с Мишей до эфира как раз о ней говорили. эта публикация довольно интересная, там, в общем-то, автор ее ставит вопрос о том, кому в первую очередь надо бы делать вакцину, то есть эти уколы, и выходит, что вот я понимаю, что среди наших слушателей, ну, достаточно много людей, вообще-то, уже кому больше 50, скажем так, и они попадают в ту нехорошую категорию, или тут уже 60 считать, не знаю как, но неважно, они попадают в ту категорию, в которой автор вот этой знаменитой публикации как бы отказывают в том, чтобы им делалось это, прежде чем сделают кому, Миша, значит, тем самым, кто у нас работает в большей степени, кто стоит на острие, так сказать, вообще вот всего нынешнего, ведь опять же, вот эти самые слои населения, они самые хорошие, сидят дома, отсиживаются, из дома работают, вот ты где работаешь в основном, а вот они бедные рискуют, вот им надо делать, ну вы понимаете о ком идет речь, это речь идет о тех людях, которые вот именно вот такой опять по цвету кожи расклад, то есть они считают в Нью-Йорк Таймс, что вот чернокожим нашим гражданам и прочим меньшинцам надо скорее делать вакцину, чем белым старикам, пусть те, как говорится, или ждут, или мрут, правильно? Да, и тут еще была другая вещь по этому поводу, кстати, насчет, ты вот сказал про вакцины, и сейчас же неделю назад журнал Тайм объявил человека года, он всегда объявляет не тех, мы помним, когда, ну, что у них почему-то все время оказывается странно, в этом году они одного Байдена не смогли объявить, несмотря на то, что он там как бы сколько, на 12 или на 13 миллионов якобы голосов обогнал Обаму, вот, он его вместе с Камалой Харрес, они их только объявили, причем портреты их были расположены, так как у нас в Советском Союзе были профеты Маркса Энгельса в пробу, в профиль рядом, вот, ну, и... Куча мемов там, все третьего им дорисовали, ну, найдут кого-нибудь, там Рам Эммануэль же выплыл из Чикаго, туда к ним присоединяют, так что нарисуют Рам Эммануэль, вот, а, и, ну, народ, который, в общем, немножко соображает и немножко понимает, что происходит в стране, они говорят, а вы что, вообще, обалдели, вот тут люди работали по 24 часа в сутки, многие тяжело переболели, многие помирали, говоря о врачах и медсестре, говорят, ну, это, все-таки немножко, они немножко больше заслуживают звание Человек-года, чем вот эти двое, которые сидели в погребе и всю избирательную кампанию не высовывались, вот, и поэтому, конечно, ну, журналу Тайм уже никакого уважения давно ни у кого не было, тут остатки ушли. Еще удивительно, что он до сих пор выходит, вот это. Вообще, да, я с удивлением, я даже, вот раньше, знаешь, в какой-то любой офис заходишь, к врачу, адвокату, неважно, да, у всех валялись журналы, были на столике, люди пока ждут, читают, и часто журнал Тайм, Пипл там и прочее всегда были, вот, я не знаю, сейчас ситуация другая, сейчас особо в офисах ничего лишнего не кладут, журналы в том числе, но вот, я давно не видел каких-либо вот их выпусков, то есть, наверное, скоро раритетом будет. Ну, наверное, но пока выходит, к сожалению. Но у нас, возвращаясь к нашим этим основным вещам насчет выборов, не закончившихся, вот, в Джорджии их, я даже не знаю, как они называются, ассамблея, конгресс, сенат, как он там, их местные власти, то есть, местные законодательства они сейчас собираются отменить сертификацию этих выборов, там вскрылись какие-то очередные нарушения, даже с учетом того, что секретарь штата и губернатор не дают толком сделать проверку подписей, но все равно там какие-то такие вскрылись только нарушения, что они сейчас собираются забрать сертификацию, забрать сертификацию. Когда вышла информация? Это вот вчера и сегодня. Да? Да. Поэтому мы как раз обсуждали же Джорджа вчера. Да. Вот. И поэтому это очень интересно будет, потому что это может быть такая первая ласточка в Аризоне. В Аризоне сейчас утверждается, что там 700 тысяч подозрительных бюллетеней, а в Пенсильвании вот только что я тоже прочитал, ну я не знаю, мы же не знаем, мы не видим всех документов, которые, мы видим какие-то отголоски и твиты и какие-то мелкие статьи по этому поводу, что в Пенсильвании вроде бы обнаружили огромный кусок, огромное количество бюллетеней, которое оказалось неучтенных, то есть проголосовавших, но неучтенных. Или, ну, вот, поэтому все происходит, какая-то борьба идет все, несмотря на праздничные дни и все, поэтому еще, как всегда обещают в ближайшие дни еще что-то там опубликовать, был на прошлой неделе же отчет этого Питера Навара, Питера, по-моему, вузов, да, и достаточно подробный с выкладками по поводу того, как во всех этих шести штатах достаточно доказательный о том, что во всех этих шести штатах были явно целенаправленные нарушения, и сейчас вроде бы в дополнение к его отчету он еще документальное подтверждение СМИ приносит, прикладывает, поэтому борьба идет, понятно, что это политическая борьба, понятно, что все закончится скорее всего все-таки в Сенате 6 января на утверждение результатов голосования избирателей коллеги выборщиков, и чем это, что это будет, мы пока не знаем. Да, ну, та сторона, которая, да, она, вот такое ощущение, что мне крутится в голове знаменитая песенка, которую исполнял Юрий Никулин про зайцев, да, и там, помнишь, а нам все равно, то есть, такое ощущение, что им все равно, находите вы, не находите, у нас элект уже есть, а вы там делайте, что хотите. Ну, они на это же рассчитывали с самого начала, то есть, с самого начала, там же накануне выборов, Нью-Йорк Таймс даже твитнул, что у медиа, главная задача медиа во время выборов, это объявить, кого народ выбрал президентом, им сказали, вообще-то это не ваша задача, поэтому они после этого твит убрали, но потом ровно это и произошло, потому что они объявили, ну, тянули до субботы, чтобы, видимо, я не знаю уж, почему до субботы тянули, тогда объявили, и потом все, как бы мы объявили, все, и получили. СМИ-президент уже есть. Да, да. Действительно, мы посмотрим, и, кстати, опять же, обращаясь к вчерашнему нашему разговору, мы довольно подробно про Джорджу говорили, про ситуацию там с двумя, вот еще местами не определившимися в Сенат, и у нас не то, чтобы спор большой был, но все-таки, вот, ты стоишь на том, что это будет, ну, скорее всего, не так, как было 3 ноября, что-то там поменяется, вот, и что есть шансы, немало его республиканцев, взять эти два места, я тоже считаю, что шансы всегда, но при этом, вот эти ребята, которые лихо мошенничали на 3 ноября, я так подозреваю, что не сложат оружие, и что будут делать, возможно, что-то подобное. Ну, сейчас сложнее, поскольку их методы же уже стали известны, поэтому следить за ними гораздо проще, когда было неизвестно, допустим, что вот эти истории с Dominion Software, которые могло неизвестно, как там считать эти голоса, неоднократные свидетельства были, или истории с неизвестно откуда появляющимися пачками бюллетеней, которые из чемодана, из-под стола доставали, или истории с прорвавшейся якобы трубой, ну, это как бы одна и та же вроде бы история, но тем не менее, или истории с этими дропбоксами, откуда неизвестно, кто туда что клал, неизвестно, кто там откуда забирал, тоже истории с этими бюллетенями, напечатанными под копирку, истории с бюллетенями, напечатанными на какой-то другой бумаге, чуть ли не другим шрифтом, другим цветом, вот эти все истории, сейчас, конечно, республиканцы, наблюдатели будут пытаться это все отсекать, вот, потому что, то есть, я не знаю, почему они это не делали или не позволяли в 3 ноября, но сейчас он будет сложнее, но, конечно, методов, методов для нарушений много, и, ну, надо надеяться, что количество пришедших голосовать все-таки перебьет это, потому что часть нарушений все-таки они не смогут осуществить, поэтому эти 12 тысяч, которые тогда были за, которые нашли где-то там в пользу Байдена, но не 12, скажем так, тысяч 100, которые нашли для надежности в пользу Байдена, вот, их в этот раз, я надеюсь, все-таки не найдут. Да, надежды юношей питают, ну, посмотрим, может быть, так и будет, на самом деле не хочется разувериваться уже во всем, просто, потому что, ну, как-то вот, не то, что мы говорим святое, вообще, когда политика, выборы и так далее, ребята, забудьте про святость, конечно, какая к черту святость, везде, везде есть разная, но мы не считали себя все-таки банановой какой-то республикой, где, где вообще можно делать все, что угодно, с выборами и так далее. А теперь мы догоняем кое-кого. Хорошо, мы, да, дадим отдохнуть себе, а вам? Нет, вы не отдыхайте, вы еще послушайте важное объявление. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цезарским. И продолжаем нашу программу и в этом сегменте традиционно вы можете позвонить к нам в студию по телефону 847-400-5200 и задать вопрос, если таковые будут. Пожалуйста, Игорь. Да, мы продолжим. Итак, я только напомню, что Михаил Герштейн сегодня со мной в «Сиблоге». И у нас еще есть о чем рассказать, несомненно. О чем мы остановились, Миша? Мы продолжим. Ну, как раз на двух сенаторах, кандидатах в Сенат, которые уже успели своими действиями опровергнуть слова одного из их оппонентов, Джона Оссоффа, который говорил, что эти сенаторы не хотят заниматься вот этим ковидом, пакетом помощи, а только занимаются своей карьерой, тем, что они ходят и агитируют за себя. Они же сейчас оба сенаторы, Пердю и Келли, как их фамилия, Лофер, они как раз вот эти два или три дня они прервали свою кампанию избирательную и именно сидели в Сенате, чтобы добиться, чтобы этот пакет все-таки прошел. Поэтому контр-реклама, анти-реклама, которую их оппонент развил, она оказалась, как обычно, враньем. Но это мы знаем, это избирательная борьба есть избирательная борьба, теперь все ждут от него опровержения, он, естественно, его делать не будет, но они все-таки молодцы, потому что они не забывают о том, для чего их избирали, что следующие выборы это не самое главное в их карьере, главное, что все-таки пакет помощи, какой бы плохой он ни был, он достаточно символичная вещь, это более символично, чем, конечно, потому что мало кому из тех, кому действительно нужно деньги помогут, помогут эти 600 долларов, с одной стороны, но с другой стороны туда еще входит помощь бизнесам, туда еще входит пособие по безработице дополнительные, туда еще входит некоторые вещи, поэтому будем надеяться, что это все-таки поможет. Любая помощь, даже слушай, те же продуктовые наборы, которые раздаются, в достаточно большом количестве, это едут за ними отнюдь, наверное, не люди, которые в состоянии все пойти и купить в магазине, я так думаю. Вот, а ну у них, кстати, еще замечательное подкрепление есть у оппонентов республиканских сенаторов, у них появился там господин, ближайший соратник Луиса Фархана там, и о нем уже тоже писали, и в общем-то... Ну, это не только Фархана, но и этого Джереми Райта. Да, ну там это как бы Шайка Лейка одна, фамилии у них разные, но идеология общая, и в общем, и я думаю, что, конечно, это интересная вещь, тут мне хотелось бы действительно в глаза взглянуть людей, которые вот солидаризируются вот с этими подонками, потому что голосуя за их соратников, ты, собственно, голосуешь за них фактически. Сейчас, кстати, ходит видео того, как в церкви, где вот этот второй кандидат от демократов, большой человек, как были устроены бурные продолжительные аплодисменты Фиделю Кастро, когда он туда приехал, поэтому, ну, это нормально, каждого свои, как говорится, друзья, товарищи, сердцу не прикажешь, так говорят. Окей, ну, хорошо, Джорджи, остановимся на том, что пятого будет все равно жарко, но предсказать результат мы пока не в состоянии. Скажем так, два года назад никаких бы сомнений в результате не было. Па года назад, да, ну, мало ли, дело такое, сейчас время течет скорее, потому что еще, может, полвека назад, там бы, если бы кто-то произнес штат Джорджия, да, и, соответственно, и слово демократы долго посмеялись. Нет, я имел в виду насчет нарушений, которые сейчас нам придумали, а не насчет, потому что Джорджия, конечно, она уже не такая, как она была и даже там 20 лет назад, ну, во-первых, она нам дала кого? Джимми Картера, поэтому там не только республиканцы живут, вот, но, но все равно за два года она так сильно изменится не могла, как мы помним, тот же Джон Оссов, который сейчас баллотируется в Сенат, пытался выиграть выборы в один из округов в Конгресс, причем округ был достаточно либеральный и Истреском их проиграл, вот, поэтому и это было, в общем, два или три года назад, когда, ну, сразу в начале Трамповского президентства, потому что он, кто-то из этих конгрессменов пошел работать в правительстве, поэтому освободилось место, были внеочередные выборы, и он там баллотировался, но выиграть не смог. Ну, и слава Богу, но есть там тоже одна недовыбранная, которую, вот почему-то как не включишь какой-то там, я не знаю, как не зайдешь на Ютуб, и ты хочешь что-то посмотреть, и вдруг возникает это улыбающееся, цветущее, пышущее здоровьем Стэйси Абрамс, и она начинает рассказывать о том, что надо им посылать деньги, иначе плохо будет дело. Видел, да, эту рекламу? Как известно, она же так и не признала поражение в изборах выбора губернатора, ну, скажем, Брайан Кемп рекоментировал себя не с лучшей стороны, тем не менее, но все равно, да. Не, ну, понятно, я только могу представить, будь губернатором монах, что бы там было, сколько бы труп там подорвалось по всему штату, ну, он, да, он действительно оказался, вообще, это немножко явление такое, вот, как, интересно, Трамп стал действительно такой, как бы, как лакмусовой бумагой, да, вот, часть все-таки такого невер-трамповского его, в общем-то, я не могу сказать электорат, в данном случае, даже скорее, вот, тех людей, которые находятся на Конгрессе и на прочих каких-то позициях высоких, они часть все-таки перешли на его сторону, а часть вот осталась жестко противодействовать по сей день. Ну, Брайн Кемп считался, считалось, что он был сторонником, и Трампу даже ездил тогда на выборы, поддерживал, и если бы не он, то Кемп бы не выиграл, но потом оказалось, конечно, что невер-трампизм ему скрыть не удалось, это было, кстати, в прошлом году, в конце прошлого года, особенно, или в начале этого, ну, практически, в районе Нового года, когда предыдущий сенатор ушел в отставку по состоянию здоровья из Джорджии, и Кемп назначил вот эту Келли Лофер, хотя Трамп настоятельно предлагал Дага Коллинза, одного из самых активных сторонников Трампа в Палате представителей, одного из борцов против импичмента, но Кемп, они там чуть, ну, как нам рассказывали СМИ, которые неизвестны, откуда это, Беруша, там они там кидались стульями, бросали трубки, обзывали друг друга всякими нехорошими словами, но Кемп настоял на своем, а это Келли Лофер, из-за этого, кстати, надо сказать, что из-за того, что Даг Коллинз пытался тоже баллотироваться, у них какая-то достаточно сложная система, у них больше, чем один кандидат от партии, может быть, при выборах в Сенат почему-то, я уж не знаю, почему, он тоже пытался баллотироваться, из-за этого Келли Лофер не добрала там сколько-то много голосов и не прошла сразу, вот, поэтому, потому что вроде бы, если отобрать голоса у Коллинза и приплюсовать к ней, то она проходила, вот, но правда, нарисовали бы еще, как можно. Да, в том-то и дело, поэтому здесь, ну, можно так же сказать, где бы был Клинтон, не будь Роса Перо в свое время на тех выборах, потому что оттягивал он голоса. Он не очень, в 92-м году он не очень много оттянул голосов, потому что Буша оттянул их, реально, но не было. Клинтон набрал там 350 или 360 голосов, поэтому уж, то есть Рос Перо может там где-то оттянул у Буша голоса, но просто Буш был, ты не можешь оттянуть голоса у популярного кандидата, ты можешь оттянуть голоса, только у него не очень популярного, то есть это был бы не Перо, был бы кто-нибудь еще, поэтому тут Клинтон был бы там же, вот. Может быть, но если и так, но Мотаксис стоило Бушу президентство, да. Ну да, следите за моими губами, пока джипмайлипс, но Мотаксис, это ему стоило президентство, во-первых, а во-вторых, после Рейгана Буш был, ну, совершенно невзрачной фигуры, не яркой, никакой, то есть при всем уважении к там, к Джорджу Бушу старшему, все-таки с Рейганом его сравнить было нельзя, и понятно, что, ну, вице-президент обычно потом редко бывает на оба срока. Ну да, ну нет, одно хорошее дело явно он сделал, сто процентов, могу сказать, ты догадываешься, наверное, какое, мы при нем приехали сюда, поэтому... Ну это, я приехал после него. Ну это личное, так сказать, не общество. Я приехал чуть-чуть после него, но тем не менее, да, вот, но, как, ну он, он присутствовал при окончательном развале, там, Советского Союза, и все, именно Буш, поэтому, и разрешил прямой въезд. Ну, это, конечно, хорошо. И то, что я думаю, что первая иракская война, она все-таки была оправдана, в отличие от второй. Поэтому, если можно говорить про какую-нибудь войну, что она оправдана, то та была хоть как-то. Ну и там, там было явно приглашение к столу, так сказать, со стороны потерпевшей. И там, и там все-таки был еще, к тому же, она была все-таки коротенькая. Да, да, да. Вот, ну, ладно, мы сейчас войны обсуждать, наверное, не будем, но, в принципе, вот, все-таки вернемся, опять же, к этой теме, которая не сходит пока. Дело в том, что понятно, что публику приучают к такому, ну, как бы, уже решению принятому, и в большей степени говорится в мейнстрим-прессе не о том, что у Трампа еще что-то там, у него какие-то там шансы есть и прочее. В основном разговор идет о том, кого Байден назначает и так далее. Вот, интересный момент. Вот эти люди, как выяснилось, это в большей степени все там, птенцы обамовского, так сказать, генезда. Обама-Клинтонская, они там и те, и другие. Потому что там, поскольку надо не забывать о том, что Клинтон была при Обаме, вторая Клинтон была при Обаме госсекретарем первые четыре года, поэтому и там очень много людей, которые сейчас фигурируют как назначенцы Байдена, они именно из той гвардии, которая была при Клинтоне. Поэтому чья это гвардия и чьей гвардии пользовался Обама, это тоже еще тот вопрос. Ну, да, там есть переходящие знамена, это мы знаем. Кстати, они были и у Буша-младшего, потому что там упомянутый мной Раму Эммануэль, это чикагский, основной чикагский мафиозный, основная чикагско-политическая мафиозная фигура, которая, собственно, и сделала Обаму. Нам здесь про Рама не рассказывали. Да, я вам не буду говорить. Вот, еще современную. Поэтому непонятно, что первично, что вторично. Это я только об этом. Я думаю, что сам Обама тоже ставил людей, которые ему советовали Эммануэль, которому советовали Клинтона, и которому советовал вся эта демократическая, вся эта ДНС и так далее. Да, но теперь он уже сам в центре, так сказать, внимания. Молчит, кстати, если обратил, он почти сейчас нигде ничего не вылезает. Не знаю, он буквально днями не молчал, он весьма такие комментарии делал, я бы не сказал, что это есть молчание. Книжку какую-то, он книжку написал. Книжку какую-то, да, каких-то 60 миллионов поднял, так сходу. Ну, это мы ему заплатили просто как бы что-то кто-то читать будет, вот. Ну, почему? Он сказал, что три автобиографии для одного человека это многовато. Кто-то читает, почему? У него есть тоже любители такого рода. Ну, книгу Куома прошлую, не вот эту, которую он сейчас написал, борясь с вирусом, с коронавирусом, а предыдущую книгу, на которую мы заплатили, ну, конечно, не 60 миллионов, ему заплатили там около миллиона, вот, ее убило 4 тысячи человек. Да, есть такие данные? Ну, да, 4 тысячи человек были продажи вот за все время. А остальные по Норсингхомам, по библиотекам, по еще каким-то? Ну, это я уж не знаю, там, я знаю, то есть купил 4 тысячи, то, что там по Норсингхомам и по библиотекам, ну, тогда, как бы, никто же не знал, что он будет уничтожать Норсингхом, тогда еще он просто там писал, ну, как бы, не он писал, конечно, никто, они сами ничего не пишут, вот. Почему? Почему? Ну, как же, ну, Обама-то, как он, он писатель, ты что? он же не может передоверить кому-то, он над каждым словом работает, как все равно, там, я не знаю, Бальзак, Дамапасанда и прочие, прочие, там, назвать можно десятки, он в этом большом ряду, больших, ну, так же получается, кто в Америке большой писатель, кто больше всех гонорар получает, то есть те, которые там всякие, вот, знаешь, там, типа, всех этих Брэдбери, Азимовых и прочих, там, кого мы помним еще с советских, скажем, времен, вот, они как не считаются таким большим, потому что, понимаешь, это такая вещь, не для другой категории граждан, ну, хорошо, я думаю, что интересный факт, что Обама один из президентов, по-моему, в истории таких не было, по крайней мере, я не припомню, может, меня поправит кто-то, что он единственный, кто остался жить в Вашингтоне после президента, все нормальные уезжали, это же Клинтоны уехали в Нью-Йорк, там, Буш уехал в Техас, ну, и прочее, а вот он сидел в полутора, буквально, милях от Белого дома в своем этом и был там такой штаб, теневое правительство, и теневое правительство, но тут, кстати, я должен по этому поводу рассказать про, может, не все видели, Трамп репитнул одну, один твит, в котором кто-то там написал, что у Линкольна спросили, у Абрахама Линкольна спросили, каково ему быть, как он относится к тому, что там будет самый, что он самый, там, лучший президент за всю историю Америки, и он ответил, я не знаю, спросите у Дональда Трампа, я видел это, ну, да, Трамп, ну, когда человек относится, понятно, что он это написал не потому, что там он, допустим, себя считает самым великим президентом, может, он себя считает, имеет право, а потому, что это было забавно, что кто-то написал, что это достаточно забавно, ну, во-первых, сравнение с Линкольном всегда приятно, а во-вторых, сама вот эта вот, как бы, такая постановка вопроса, ну, это да, постановка, неважно, в любом случае, это, конечно же, разошлось сразу по тем недругам, которые любят... Ничего, они лишний раз будут сравнивать его с Линкольным, ничего плохого в этом нет. Линкольн, правда, у нас тоже расистом теперь оказался, Линкольн, Линкольн оказался расистом. А да, поэтому сейчас, в принципе... Сейчас же какая-то школа решила отменить имя Линкольна, потому что он делал недостаточно для Black Lives Matter, вот. Ну да, вот именно. Вообще, он должен был уже тогда это движение запустить, вот тогда, может быть, как-то это его бы изменило немножко. Ну, с Линкольным мы знаем, там тоже истории достаточно непростые, кто с его биографией знакомился и с путем его, в общем-то, тоже там не все так гладко, но это можно... Нет, но это был все-таки 19 век. Нет, ну мы же сейчас, как рассматриваем историю, современные-то орлы, как они рассматривают это все? То, что было тогда, они оценивают исключительно с сегодняшних каких-то знаний, пониманий и вообще своих устремлений. И заставляют всех отрешаться от своего там прошлого, поэтому, ну кроме Байдена, Байдена не нужно, а остальные все должны. А что Байден? Байден нормально, он так, он не сильно самостоятельный. Всегда, как говорится, наверное, участь в младших классах где-то, он списывал у своих СО, потому что уж очень он любит чужие тексты брать. Тут, кстати, пошли какие-то истории по поводу его логи Гри. тоже, как бы, только что, ну я даже не успел прочитать, но краем в глазу увидел, что не все чисто даже с тем, как он заработал свою там не степень, а как это называется, ну, учел за юриста. Вот. Тоже. Но сначала обсуждали насчет доктора Джилла Байдена, потому что она единственная в Америке доктор, который не медикал-доктор, который называет себя доктор, и оказалось, что она, в общем, ее диссертацию, она там доктор по образованию, ее диссертация с точки зрения, там, со многих точек зрения, как выяснилось, тоже никакой критики не выдерживала, потому что она там написала, что нужно там три четверти там такого-то, таких-то, четверть таких-то, а еще нужно таких-таких и таких-то. Там, когда она рассказывала, то есть, она даже по математике не могла посчитать, сколько там. мы это писали, вообще вся семья очень интересная, мы печатали вчера материал как раз про племянницу, которую Диай получила, ну, ладно, мало ли кто ее получает, но там же обнаружились еще и более интересные моменты, мошенничество с кредитками и так далее, ну, ничего, хорошая семейка, то есть, ни один Хантер, ни один, не надо. Нет, Джеймс мы знаем, брата, вот, который, мы знаем эту историю с этими, с какими-то островами, с, которые там им дарили, не острова, а зоны на островах, там, целые куски на каких-то островах, которые им там дарили, это еще было два или три года назад выходили, сейчас об этом немножко забыли, но с Джеймсом расплачивались и с Хантером и потом, в общем, там, как любой человек с фамилией Байден или каким-то образом с ними, их касавшиеся, оказывается, по уши во всем этом, в этой коррупции просто завязан, замешан. Да, ну, вообще интересная штука, конечно, я понимаю, что особенно радость того, что происходит, наши большие друзья, ну, в первую очередь в Поднебесной, я думаю, почему, потому что сейчас, ну, скажем так, для них открываются опять, может быть, не прежние, но какие-то возможности, и вот история, мы уже ее с конгрессменом, с Вавелом уже обсуждали, ну, вот, интересно мне, как ты думаешь, он все равно в комитете по разведке останется, или он даже на повышение какое пойдет? Ну, повышение он реально пойдет, но я думаю, что никто его из этого комитета, пока у демократов большинства, никто его из этого комитета не выгонит, потому что после этого надо будет, чтобы комитет по этике занимался, еще что, вдруг, не дай бог, они чего-то найдут, а потом они вдруг еще у кого-то что-то накопают, это же прецедент будет, подумай, у него там были какие-то неформальные отношения с китайской шпионкой, ну? Не, ну, послушай, такая китайская мата-харя оказывается, что просто, просто супер, но интересно другое, что вот кому-то вот совершенно невинная встреча оборачивалась потом большими-большими жизненными неприятностями, мы знаем этих людей, работавших на компанию Трампа, предвыборную, да, а тут, тут он конкретно с ней имеет вот эти длительные шуры-муры, как говорится, неизвестно, какие уплыли, от него эти все, да? Ну, это было давно, никто не знает уже, и он осознал. Что он осознал? Ну, ему сказал ФБР, что нехорошо, и он осознал, и после этого рассказал ей, и она успела смыться до того, как ее расстреляют. Это тоже, кстати, вроде бы, ему сейчас применируют. Все прослезились, я понял. Ну, хорошо, мы не будем следовать всем, кто прослезился, мы будем все-таки считать, что многие эти люди не заслуживают не то, чтобы быть в комитетах каких-то, а вообще в Конгрессе, учитывая их не обязательно морального облика, вообще подход к делу, ну, об этом мы уже поговорим, наверное, в другой раз, а пока всем хорошего дня, не унывайте, все будет хорошо. А тебе спасибо, пока. 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 Пока.